Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 40 лет, но я не живу как взрослый. Завижу от матери материально и эмоционально. Эта ситуация сильно угнетает, особенно в последнее время. Попытки стать самостоятельными не привели к успеху. Определенный прогресс был, но потом опять происходил отказ к детской позиции. В данный момент высокий уровень стресса, этот стресс длится уже долго. Место, где я живу, меня не устраивает, хочется переехать. Но при действиях в эту сторону становится очень страшно и тоскливо, дискомфортно. Жить такой женщине возможно и из них не получается. Часто в последнее время думаю о самоубийстве, значимых отношений с людьми нет, С родителями и родственниками пропасть, друзей нет, общение только онлайн и тоже по большей части неглубоко. С деньгами ситуация стрессовая, деньги в основном поет мать и их хватает только на самое необходимое. При этом я понимаю, что могу зарабатывать деньги, строить отношения и жить полноценно, но мешает психологическая травма или несколько травм. Узнал недавно про травму, привязанности из семинаров и книги Людмилы Петра Новской и наблюдаю у себя проявление этой травмы. С родителями хорошей близости, видимо, не было никогда, с отцом вообще эмоциональная связь отсутствует, а с матерью она некачественная, непрочная, ненадежная. Я себя чувствую оторванным от жизни, от людей неуверенно, тревожно и депрессивно. Есть постоянный голод в этой привязанности, которая не случилась в раннем возрасте. В стрессовых ситуациях, а сейчас как раз сильная стрессовая ситуация, это состояние обостряется и усиливается. Поговорить ни с кем самостоятельно ресурса не хватает, как выйти из этой ситуации не ясно. С психологами раньше работал, но запрос таким образом не формулировал, так как не понимал, что к чему. Эффект некоторый был, но недолго. Состояние одиночества, страха, потерянности и безнадёги возвращалось. Сейчас осознаю, что в одиночку справиться сложно и хочется получить качественную, профессиональную помощь от специалиста. Но я не до конца понимаю, можно ли вообще эту драму выдачить и как решить вопросы оплаты услуг тоже не ясно. Что бы вы посоветовали в данной ситуации? Благодарю за ответ. Ну а если такие вот какие-то общие моменты, да, то вот собственно вы говорите про то, что недолго работали с психологами и мне не очень понятно, что значит не то недолго и что значит с психологами. То есть у вас было несколько получается психологов, с которыми вы работали и получается что работали вы с ними попеременно и недолго. Мне кажется, что работать нужно с одним, то есть как бы, ну, найти своего, да, найти своего, своего психолога и соответственно с ним работать. Вот, грубо говоря, ну, какое-то время, желательно там год-два, если мы говорим именно про психотерапию. Если мы не говорим, там, о, к примеру, ну, консультациях, таких недолгосрочных, да, вот. Так что здесь как бы вопрос. Вы говорите, что не совсем понятно, как решать, значит, вопрос с оплатой услуг и я честно говоря, честно говоря, тоже хотел бы уточнить вас, что вы имеете в виду, да. То есть я, вне всякого сомнения, не хочу показаться бездактным, да, вот. Ну, как бы мне интересно, вот, что вы имеете в виду, говоря про, ну, вот про то, что непонятно, как решать вопрос с оплатой услугой комиссии. Лишь здесь в виду то, что, то, что у вас нет финансовой возможности оплачивать услуги психолога, вот. Имеется ли в виду здесь это, или здесь имеется в виду что-то еще. Поэтому здесь нужно уточнить, уточнить, вот. Следующее, следующее, на что хотел бы обратить я ваше внимание, пожалуй. Вау. Это то, что у вас присутствует, на мой взгляд. Ну, достаточно, такая, такая, сильная рационализация. Да. То есть вы, именно что, ну, пытаетесь рационализировать, ну, много, достаточно, как мне кажется. В своей жизни вот то, что у вас в жизни происходит. И, как мне кажется, в этом тоже, тоже может быть серьезная проблема. Проблема. Потому что рационализация, она вас, в принципе, отдаляет, условно говоря, от чувствования себя. Да? Вот. Рационализация проявляется у вас в том, например, что вы используете достаточно, жесткие такие категории в своем высказывании, как кто взрослый, детство и так далее. Вот. На мой взгляд, здесь отсутствует некое чувствование, скажем так, некое чувствование того, что вам важно, вот. Того, что вам ценно, вот. Ну, на мой взгляд, опять же. И, соответственно, это то, на что бы я обратил ваше внимание. Вот. Я сейчас несколько более подробно постараюсь ваш текст рассмотреть, вот, чтобы более детально его поисследовать. Вот. Но пока что я мог бы выделить такие основные моменты, помимо той проблемы, которую вы описываете. И так, мне 40 лет, но я не живу как взрослый. Давайте вот сразу рассмотрим, какое значение для вас имеет ваш возраст. Вот. Какое вы значение этому возрасту, собственно, придаёте. Вот. Там еще возраст он для каждого человека имеет свое значение, как мне кажется. И очень важно именно вам увидеть, какое значение имеет возраст конкретно для вас. Вот. Там еще прям. Если вы не отдаёте себе отсчёт значение вашего возраста, то есть вот вы начинаете, по сути, свою историю, усталость вам 40 лет. И это очень важный момент. На мой, ну, на мой взгляд, да, не так важно, сколько вам лет, да, как важно, опять же, на мой взгляд, как к этому возрасту относится, что вы, условно говоря, в него вкладываете, ну, в возраст свой. Вот именно вот, свой возраст, свой вклад, какое значение. Вот. Поэтому было бы очень хорошо, если бы вы уделили этому немножко внимания и вот спросили себя об этом, да, спросили себя сами об этом. Вот почему я говорю про, например, возраст, как вот о чём-то, каком, что нужно, ну, как бы, выразить что-то, что вот меня волнует. Например. Дальше. Я не живу как взрослый. Ну, здесь, на мой взгляд, угадывается, на мой взгляд, здесь угадывается ваше такое вот, я бы сказал, требование к себе жить как-то. Именно как-то. То есть, как будто бы вы требуете от себя жить вот каким-то определённым образом. Ну, например, вы требуете от себя там жить, допустим, как-то, как вы считаете, вот, вам нужно жить. То есть, как-то, как вы считаете, как, по вашему мнению, живёт взрослый человек. Ну, на мой взгляд, эта позиция несколько карательна по отношению к вам. Вот, там, я считаю, в ней не чувствуется, эм, какого-то ресурса, вот, в ней не чувствуется, эм, вот, ну, скажем, скажем так, да. Не чувствуется, эм, не чувствуется в вашей жизни, вот, не чувствуется энергии вашей, вот. И, как бы, ну, вот, соответственно, на это, на это очень бы хотелось обратить ваше внимание. Как минимум. Как минимум, да? То есть, эм, значит, что такое для вас жить как взрослый? Вот, что вы для себя, условно говоря, в это вкладываете? Если вы думаете, например, что, эм, жить как, эм, ну, как, эм, как взрослый, это означает, эм, ну, к примеру, эм, обязательно себя, там, обеспечивать, допустим, то я вас, наверное, разочарую. Любой взрослый человек себя обеспечивает. Это, скорее, больше похоже на концепцию, которую вы, вот, сами себе могли придумать. Взрослый человек, в первую очередь, это свободный, свободный человек. Взрослый человек, в первую очередь, это человек, который чувствует то, что он хочет, вот, чувствует то, что ему. Ну, нравится, вот. Чувствует, что ему. Интересно. И так далее. Понимаете, да? То есть, у взрослого человека атрибутика, ну, больше, скажем, скажем так. Поэтому, тут вот есть такой нюанс. Взрослый – это свободный человек, а не тот человек, который, а, ну, а, должен себя, должен себя обеспечивать. И вообще, чтобы что-то кому-то долг. Дальше. Я завищу от матери, материально и эмоционально. Но, опять же, здесь важно выделить аспекты. Эта самая зависимость. Потому что зависимость, она бывает разной. И мы все в той или иной степени зависимы друг от друга. И то, что вы в какой-то степени зависимы от своей мамы, это нормально. Но, важно то, где вы чувствуете, что эта зависимость помогает вам, например, быть более свободной. Где эта зависимость помогает или отсутствие зависимости. Поможет вам быть, ну, в большей степени, собой. Да? Вот. И это, как мне кажется, довольно важный аспект. Понимаете, да? Понимаете, что я имею ввиду. Дальше. Эта ситуация сильно угнетает, особенно в последнее время. Пишите вы. Ну, вообще-то вас довольно легко здесь понять. Вот. Я бы сказал еще, что абсолютно это естественно. То, что вас это угнетает. Вот. Особенно если вы себя не чувствуете свободным, как бы. Но момент здесь все же в том, что именно вас угнетает. Попытки стать самостоятельным не привели к успеху. Если ваши попытки стать самостоятельным касаются того факта, чтобы просто быть самостоятельным, просто стать самостоятельным. Ну, просто стать самостоятельным. Это, конечно, работает весьма и весьма сомнительно. Почему? Потому что нет цели. У вас нет цели. То есть, вот, вы хотите стать самостоятельным, просто чтобы стать самостоятельным. Здесь, мне кажется, проблема с мотивацией. Вы не очень... А... А... Ну, как бы... Понимаете, зачем вам это нужно? Непонятно... Ну... Что вы будете делать? С... 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 Как вы будете использовать свою самостоятельность? А сегодня, соответственно, и проблемы с успехом и прогрессом. Дальше. Значит, определенный прогресс был, но потом опять происходил отказы к детской промежиссии. Смотрите. Что значит? Здесь... Вы... Себя... Несколько... 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 До скобки выводится. То есть, что это значит? Это значит, что... Как будто бы... Все это происходит... Ну... Вне вашей... Активности. Вне вашей... Ну... Власти. Да? Вне вашего... Желания. Вне вашей... Если угодно... А... Как бы... Потребности. То есть, как будто бы... Это... Вообще никак... От вас... Не зависит. Как будто бы вы вообще в этом... Не участвуете. Ну... Конечно же, это не так. Возврат детской позиции происходил, потому что... Скорее всего... Менялись... Какие-то ваши приоритеты. Скорее всего, возврат детской позиции происходил, потому что... Вам... Хотелось этого. Не просто так. Понимаете? То, как вы... Говорите... Об этом здесь... Наводит на... Чувство... Что... Вы... Беспомощны. Но... Вы... НЕ Беспомощны. Вы... Просто... Как мне... Кажется... Не замечаете... Своей... Активности... Своего... Выбора... Поступать... Определенным образом. Понимаете? Понимаете? Я надеюсь. О чем идет пречь. То есть, здесь... Вы... Говорите, что отказ к детской позиции... У вас... Происходил... Но... Каким образом он происходил... Вы... Не описываете. Чего вы хотели... Вы... Не описываете. Что вам было... Важно... Вы... Не описываете. Это все важные моменты. Дальше. В данный момент... Я говорю не стресса. Стресс длится очень долго. А... Ну... У стресса... Достаточно много... Аспектов. То есть... Довольно много причин. И... Я бы сказал... Что... Ваше... Стрессовое... Состояние... Нужно в том... Чтобы... Ну... По крайней мере... Понять... Чего вы боитесь... И по поводу чего вы... Собственно говоря... Стрессуете. Вот. Потому что... Сейчас... На данный момент... Ну... На данный момент... Это... Неясно. Неясно. По поводу чего вы конкретно... Стрессуете. Вот. И... Неясно... Вот... Что вас... Ну... Грубо говоря... Грубо говоря... Волнует. Вот. И так далее. То есть... Как бы... Вот... Пока что... Ну... Ситуация... Не... Совсем... Ясна. Понимаете, да? Аспекты... 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 Это важные... Это важные... А... И... Как бы... Нужно... На мой взгляд... Этому вниманию... Уделяться. Дальше. Место... Где я живу... Меня не устраивает... Хочется переехать... Ну... А... Поймите меня... Пожалуйста... Здесь... Правильно... А... Я верю... А... То... Что... Вам... А... Хочется... Переехать... Но... А... А... Как бы... Хочу сказать... Что... Как бы вы не бежали от... Самого себя... Здесь... Как бы вы... Не пытались... Не пытались... Не пытались... На... Место... В данном... А... Случае... А... Перенести... Некоторые свои... А... Труд... Трудности... Вот... А... Такое... Случается... Ну... К сожалению... Довольно... Часто... Вот... У человека есть... А... Некоторые... А... Проблемы... У человека есть... Некоторые... Трудности... А... Вот... А... Он... Э... Т... Пытается... Э... Ри... Ну... Решить... Э... Эту... Историю... Вот... Таким образом... Например... Что хочет сделать... Нет... Ну... Смены... Нет... Сменой мест, как правило, ничего не решает. Поймите, поймите меня правильно, да, как бы, но не решает сменами, к сожалению, ничего, вот, поэтому я вам просто об этом говорю, чтобы вы как-то вот для себя этот аспект постарались понять. Может быть, может быть, вы потом, когда, например, решите свои, допустим, трудности. Вот, по-моему, вполне возможно, вы переедете, вполне возможно, что вы сделаете это более чем адекватно, но пока что это выглядит как, к сожалению, бегство, вот. И бегство, вот, к сожалению, это пока выглядит, ну, как бы, от себя, это бегство, вот, к сожалению, повторюсь. Так что я понимаю, что вам хочется, вот, переехать, но решит ли эту вашу проблему, на мой взгляд, нет. Дальше. При действиях в этой стороны становится страшно, тоскливо, дискомфортно. Ну, а я думаю, что история здесь, ну, ваша, я думаю, история здесь про то, да, что, вот, в целом вы боитесь, ну, в целом вы опасаетесь чего-то, и, на мой взгляд, не просто так, да, как будто, ну, не случайно, вот. Вполне возможно, что боитесь и опасаетесь вы чего-то именно потому, потому что не знаете, как, например, защититься, вот, то есть, ну, как бы, не знаете, как оградить себя, грубо говоря, от опасности какой-то, которая, вот, у вас может быть, ну, вот, и, соответственно, я бы, конечно, здесь вот смотрел бы на эту историю, вот, я бы смотрел здесь на историю больше про то, почему вам становится вот так тоскливо и так далее, то есть, с чем это связано, ну, может быть, с чем это связано, может быть, вот. На мой взгляд, это страх, вот, какой-то, вот, незащищенность, вот, это проблематика, на мой взгляд. Личный гранит у вас может быть, вот, ну, коли так, коли так, то необходимо учиться, вот, сначала реагировать на, ну, как бы, какие-то ситуации, вот, необходимо учиться реагировать на, некие вызовы, вот, которые, с которыми приходится, вот, сталкиваться по жизни. От этого, как бы, ну, к сожалению, вот, никуда не уйдешь от этого, вот, к сожалению, никуда не уйти, вот. Но, если вы научитесь, то, как мне кажется, проблем у вас будет, ну, поменьше, чем все, чем все, вот. Я не говорю, что, а, прям, вот, ваши привозности полностью уйдут, но, жить вам всем полегче. Вот. Дальше. Пойдем. Жить так уже невозможно и изменить не получается. Ну, такой вот, как вы описываете, замкнутый круг, появляется не случайно, вот он, вообще говоря, а, довольно редко происходит случайно. Я думаю, что у вас есть здесь, а, вот, знаете, некоторая, некоторая, такая вот вторичная выгода, вот, может быть, вы, а, не совсем, а, сами ее осознаете, ну, скорее всего, не осознаете. Ну, а, вот, скорее всего, как-то, вот, комфортно в этом состоянии находиться. То есть, больно, может быть, да, там, больно, тяжело, неудобно, но комфортно. Есть определенный какой-то, вот, у вас, вероятность всего, комфортно, ну, в этом, да, вот, в этом состоянии. Вот. К сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению. Поэтому вам, на мой взгляд, надо бы уделить этому внимание. То есть, вам, на мой взгляд, нужно спросить сюда, окей, а что я, вот, вообще, ну, то, что я получаю, как бы, для себя в этом, вот. Это было бы неплохим, ну, было бы неплохим. Какие, какие плюсы. А, дальше, на самоубийство. Вот, а, вопрос о самоубийстве является вторым, вторым фактором, вторым моментом, который косвенно намекает на то, что у вас довольно много подавленной агрессии. Вот. Я, конечно, не знаю всех, всех деталей вашей истории. Ну, естественно, что я не могу их знать. Вот. Потому, ну, потому что, вас я не знаю. Но, вот, то, что вы описываете, очень, как бы, похоже на большое количество подавленной агрессии. Вот. Когда вы агрессию чувствуете, например, ее зажимаете, потому что боитесь или боитесь, потому что, там, вам, к примеру, ну, к примеру, вам может быть стыдно, к примеру, вам может быть страшно. Вы, ну, можете, вот, щипать себя недостойным, ну, вот, выражать агрессию. Но, самоубийство, мысль самоубийства, это, вот, как правило, про данный аспект. Конечно, здесь есть свои нюансы, вне всякого сомнения. Но, мне бы хотелось пока обратить внимание ваше на этот аспект. Вот, а нет, нет ли такого у вас, что вы вот подавляете, зажимаете свои чувства, вот, свою агрессию и так далее. Нет ли у вас такого? Дальше, значимых отношений с людьми нет. Что значит значимые отношения, да? Что значит значимые? С родителями или родственниками пропасть, друзья, нет общения только онлайн. Но, опять же, вы говорите о некой такой, я бы сказал, статичной истории. Это именно, это именно, как бы, статичка, да? Это не динамика, а на отношения нужно смотреть в динамике, потому что отношения представляют из себя контакт. А контакт, это динамическая история. Поэтому тут, извините, но то, что вы говорите, я бы сказал, он не совсем имеет под собой реальную основу. Да? Чтобы смотреть на динамику. И какой вы вносите вклад в то, что происходит, это тоже важно. Вот. Друзей, нет, общение только онлайн. Ну, общение онлайн может быть связано со многими причинами, а то, что у вас нет друзей. А какие у вас интересы? Что вам интересно, что вас интересует? Дальше. Так. Книгами, статус стрессовые деньги, вот оно даёт мать, и хватает только на самое необходимое. При этом я понимаю, что могу зарабатывать деньги, но им нужна психологическая травма или несколько травм. Вы здесь перекладываете ответственность за статус и на травму, но по большому счету, безусловно, она есть, но по большому счету это ваша, как бы, выбор. То есть, понимаете? Травма, травма, это не что-то такое чужеродное. Травма, это не что-то такое чужеродное, что вот живёт, да, и мешает вам. Нет. Травма, это, как бы, определённое изменение человека. Это определённое, да, как правило, негативное, но изменение человека. И хорошая новость в том, что изменение можно, как бы, продолжить. Изменение можно продолжить так, как хочется вам. Дальше. Недавно я узнал про травму привязанности из вебинаров и книги и наблюдаю у себя проявление драмы. Ну, здесь, на мой взгляд, история о том, что вам, как клиенту, да, крайне нежелательно. Изучать психологическую литературу, потому что вы будете, как бы, вот в ней, в литературе психологическую, вы будете находить для себя какие-то новые-новые аргументы для того, чтобы, ну, чувствовать себя. Несчастным, чувствовать себя больным, неполноценным, как бы, описать додало. Вот. Не нужно самому себе ставить диагнозы и самому себя искать, ну, проблему. Вот. Дальше. Значит, наблюдаю у себя проявление травмы. Может быть, но повторюсь, это требует своего анализа. С родителями хорошей близости, видимо, не было никогда. С родителями вообще эмоциональная связь отсутствует. С одной стороны, она некачественная, непрочная, ненадёжная. Смотрите. Здесь, эм... Несколько моментов. Первое. Да. Эм... Как бы... Связь, действительно, очень хорошая. Но эта связь, она... Вам в данном случае нужна для того, чтобы лучше себя почувствовать. По факту. Вы можете почувствовать себя лучше, в том числе и с психологом. Вы можете получить вот для себя то, что вам, ну, условно говоря, нужно, то, в чем вы, условно говоря, нуждаетесь. Вы можете это получить и с психологом. Вам нужна связь с родителями, чтобы, эм... Ну, вот... Лучше себя... Чтобы лучше понять, какой... Кто я. Вот. А... Пока что, ну... Этого... Нет, пока что не получают. Вот. Вы думаете... Вы требуете этой связи от родителей, но... Как бы... Дальше. А... С другой стороны... А хотят ли родители? А могут ли родители? А связано ли... Эээ... Вот... С вами, например... Эээ... То... Что они вот... Ну, например, отец с вами вообще не взаимодействует. С мамой, там, соответственно, связь не самая лучшая. Связано ли это вообще с вами? Эээ... Принимаете ли вы... Воспринимаете ли вы... Эээ... Эээ... Своих родителей, как... Ну, в общем-то... Взрослых людей, имеющих определенных... Эээ... Имеющих определенный... Эээ... 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 Которые у них, как бы, ну, вот... Эээ... Безусловно... Безусловно, есть... У них, безусловно, есть свои проблемы. Я имею ввиду у ваших родителей. И вот, вопросы заключат с том... А, вот таким образом вы их видите? Вот... Это важно. Дальше... Я себя чувствую, оторванным от жизни, от людей, неуверенный, тревожный и депрессивный. Вы не чувствуете себя. соответственно, вам нужен довольно безопасный контакт, чтобы вообще как-то вот себя почувствовать и научиться проявлять. Дальше, неуверенные сомнения, а сомнения, требования к себе привозны, соответственно, агрессия, то есть, ну, по сути, подавленная защита себя, а депрессия – это обещание. Есть постоянный голод к этой привязанности, которая не случилась в раннем возрасте, нет, я думаю, это больше про обиды. Голод – вряд ли, а вот обида, обида – да, обида – да. Ну и, понятно, отсутствие определённого состояния тоже даёт о себе знать. В стрессовых ситуациях сейчас как раз стрессовые ситуации, а чем она стрессовая? Это состояние обостряется и усиливается, да, потому что вы требуете от вас слишком много, от требований не отгазываете, себя не услышите, в итоге вам нужна, вам нужна помощь. Поговорить нескольким, а самостоятельных ресурсов не хватает, как выйти из этой ситуации, не знаю, психотерапия. С психологами раньше работал, но этот запрос таким образом не формулировал, так не понимал, что к чему. Ну, в принципе, много людей свой запрос не формулируют, вот, по крайней мере, не сразу, вот, но в процессе терапии, да, они к этому приходят, приходят. Дальше эффект некоторый был, но недолго, ну, потому что психотерапия это не быстро просто. Стояние одиночества, страха, потерянность и без надвига возвращалась. Ну, как бы, одиночество это вообще такой вот, такой блок самого себя. Естественно, сознаюсь, что в одиночке справиться сложно, хочется получить профессиональную, качественную помощь. Супер. Я не до конца понимаю, можно ли вообще травмы увеличить? Можно. Как решить вопрос с оплатой услуг, тоже не ясно. Что вы имеете ввиду? Что вы посоветовали? Выбрать эксперта и поработать. Вот. Ну, то есть, с нескольких, вот, с несколькими людьми. Посмотреть, как вам с одним человеком, как вам с другим человеком и так далее. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok